Приветствую всех любителей бокса. Поверхность ВИМ, телеканал 1.31, при поддержке генерального спонсора трансляции боксорских сайдингов компаний Немиров и украинского партнёра, братья кличкой торговой марки Чернигевский, рады приветствовать вас Сэн Джейн Грант, Лас-Вегас, Невада, Соединённые Штаты Америки. Левандер Джонсон защищает свой титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе против Чесуса Чавеса, который на ваших экранах. А я передаю слово Владимиру Гендрину. Матадор Чавес! Да, кличка Матадор. Чавес, он был дважды чемпионом мира в категории ниже. ...оффициал weight, also 135 pounds. His professional record, 34 victories, including 26 knockouts, with four defeats and two bouts even. From Atlantic City, New Jersey, presenting, training, defending, IBF, lightweight champion of the world, Левандер Джонсон. Что-то вы любите здесь Левандера Джонсона, хотя он свой, американец. Все это идет под эгидой сейчас быстро растущей промоутерской компании Golden Bay Promotion, которую до сих пор возглавляет Оскар Диллахуя. Который сам носит лишку в Golden Bay. Генеральным спонсором трансляции цього двобою є компанія Немиров, яка бажає вам завжди перемагати. Кисус Чавес маловато, конечно, а ростом для этой весовой категории 165 сантиметров всего. Ну, 41 победа, говорит сама за себя, так что, очевидно, он с этим недостатком справляется. Киндент, он в красных трусах, Кисус Чавес сразу берется за дело. Давай позвать, что он приехал сюда за титулом, а не просто номер отбывал. Ну, Левандера Джонсона мы с вами видели в бою против итальянца Дофа. Это боксер умелый. у него хороший джеб, он свободен, умеет действовать на всех дистанциях. и вот Кисус Чавес, который навязывает высокий темп в начале боя, выходя на вот эту среднюю дистанцию и думает, что он может скалать там Джонсона. Сейчас уже, кажется, понял, что это вряд ли удастся. Джонсон и там действует неплохо. Ему-то, конечно, выгоднее действовать и издалет. Чавес, конечно, боевой такой боксер. Его проблема всегда была ноги. Несмотря на то, что кажется, что он двигается достаточно быстро, он все-таки при атаке часто оставляет ноги позади, как говорят бойцы в Америке. Идет пыль еще вперед, пытаясь дотянуться за счет того, что он сгибается в поясе. И это его часто подводит. Во-первых, он теряет противника в этот момент из виду. Все, в основном, влияет на точность боевых действий. Во-вторых, стоит противнику резко оторваться, как Чавес, в общем, теряется. Ну, Джонсон уперся, и, может быть, даже зря. А он сейчас играет в игру Чавеса. Мог попал. Прямо скажем, первый раунд весьма захватывающий. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Очень хорошо видны и все достоинства, и все недостатки техники Чавеса. С одной стороны, он делает все, казалось бы, вовремя. Его очень трудно от себя отогнать, с другой стороны, те удары, которые он наносит, все-таки не обладают ни взрывом, ни жесткостью. Иначе чемпион уже бы, наверное, на полу оказался пару раз. Казалось бы, выбрал длинную дистанцию на этот раз Джонсон. Но все время опускается вниз, подсаживается, и ему никак не удается удержать противника подальше от себя. Человек усиленно обрабатывает нижний этаж противника. Видите? И это очень грамотная работа, прямо скажем. Джонсон, несмотря на возраст, никогда не отличался такой малой выносливостью. Он мог терпеть, мог много делать в ринге. И Чавес стремится остановить все-таки противника, заставить его устать, попросту устать. И снова Чавес заходит в свою дистанцию с левым крюком по тулу. Очень неплохо действует претендент. Если ему удастся выдержать такой темп до конца боя, я думаю, все шансы на то, что у нас будет новый чемпион в этой весовой категории сегодня. Компания Немиров представляет найкращий чемпионский дво бои с участностями. Нехай переможе найкращий. Допустим, 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 ганчо. Телеса, дамуче, раму на нарезке. Допустим, допустим, ганчо. Ага, да. И финал, и допустим. Допустим, допустим. Допустим, допустим. Я не хочу, что советую, деппи и уход влево как можно чаще. Либо представным шагом, либо с уклоном. Ну, понятно, для всего. Учитывая, что 90% всей работы он выполняет левой рукой, его и нужно сместиться в ту сторону, где он может загрузить левую ногу и оттуда, вытолкнувшись, наносить удары. Да, Левандер Джонсон сейчас уже жмется, пытается, чтобы не было. Пытается, жмется к противнику, пытается связать его, погасить этот наступательный порыв. Но как только Чавес пытается действовать изголи, у него это получается с 50% успехом. Не очень здорово он выглядит. Джонсон никак не скорректируется в его поведении. Ни разу он не попытался оторваться от противника, подвигаться по рингу, используя всю площадь. Он все думает, что он сможет сломать Чавеса, перерубить его. Не получается. Не заметил сейчас Чавес. Попал он этим ударом по туловищу за сам факт. Видите, что Левандер Джонсон так плотно прижал правый локоть к туловищу, он чувствует, что пропустил удар по печени. А в этой ситуации повторная атака туда же, в ту же точку, может и бой закончить. Но Чавес этого не заметил в горячке боя. Очень плотный раунд, как и все предыдущие. Но пропускал изрядно сейчас Чавес, как с небрежнича. Народа понемножку прибавляется на арене. Трансляция за Петренки партнеров, братьев Кличко, поторговельной марки Чернигевска. Да, надо признать, что вот в конечном эпизоде этого раунда, предыдущего раунда, Чавес таки нахватал. приличных, достаточно тяжелых ударов. Первый раз за весь бой. Седьмой раунд пошел. Кстати, вот сейчас может многое решиться. Еще не все выиграно Чавесом. Шансы у чемпиона отстать свой титул очень велики. Все будет зависеть от того, сможет ли он переломить ход поединка. А для этого надо просто тактику сменить. Погасить наступательный порыв Чавеса можно только одним способом, не оставить его промахиваться. Джонкин сейчас и пытается это делать. Х cuántенará. Потом, не допустим, но она не истинная. Взять. Взять. Идем. Возвес. Взять. 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 Ну, вот как только Чайл издорвется до своей дистанции, тут он, конечно, выглядит намного лучше. Для Джонсона выход один. Движение. Джеб, если Чайлос прорывается, клинч. А тут-ка связать его так. Вот так он может выровнять ситуацию. Странно, но такой опытный боец, как Левандер Джонсон, реагирует на простенькие обманы, которые делает Чайлос. Пару раз вот просто видно было, как Чайлос имитирует атаку в туловище, и Джонсон тут же опускает руки туда. Движение. 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 Девятый раунд. Да, весьма нахально действует претендент, надо признать. Конечно, половина неудач, которую терпит чемпион в этом бою, на его собственной совести. Он сам выбрал неверную тактику, он сам никак не мог поверить в то, что противник просто его перерубает. Он решил, что он и так с ним управится и в силовом варианте. Все выходит наоборот. Ну, поистине класс любого боксера проявляется в том, насколько гибко он может пристроиться к изменившейся обстановке на ринге. Похоже, что Левандер Джонсон на это не способен. Левандер Джонсон на это не способен. Левандер Джонсон на это не способен. Без остановки. Натужные вопли чемпиона никак не обескураживают Чавеса. Чайлеса. Методично сейчас действует мексиканец. Поразительно, просто поразительно. Практически каждый удар сейчас в этом эпизоде достигает цели. Дар Чайлеса. Давай до Чайлес. Поразительно, просто поразительно. Десятый раунд. Десятый раунд. Десятый раунд. Десятый раунд. Какой же Чайлес, претендент, уже поверил, что бой сделан. Урожай у него только прибавляется. Первый раз за весь бой на взрыве сработал мексиканец. Все это означает в 10 раунде, что сил учаются полно. Он уже не боксирует, он уже выцеливает. Просто удивительно, как неудачи влияют на боксера. Джонсон совершенно потерялся. Простейшая ситуация проигрывает. А вы кем чемпион? Простейшая ситуация проигрывает. Смотрите, если раньше Чавес был скован и достаточно примитивно пытался сглыться. Сейчас он делает уклёны, сейчас он свободен, расколом. Что значит успех? Успех удушевляет. Продолжение следует... Прекрасно. Продолжение следует... Мы здесь убеждают своего подопечного, что единственный выход – это нокаутировать противника. Кажется, и сам Джонсон не очень уверит в такую возможность. Итак, одиннадцатый раунд боя за звание чемпиона по версии обеих легком весе между чемпионом Левандером Джонсоном и претендентом, который сейчас просто громит своего противника, Сизом Чарвесом. Бону Левсу нужно внимательно сейчас смотреть за тем, что происходит. И он был внимателен. Он останавливает бой. Прекрасная победа Хисуса Чарвеса. Он отбирает титул чемпиона у Левандера Джонсона. Джонсон был чемпионом всего лишь один короткий срок. Он этот титул выиграл и проиграл в следующем бою. Ну вот вам классическая комбинация в средней дистанции. Два крюка в туловище, короткий в голову и все удары в цель. И похоже, Джонсон уже действительно был не способен себя защищать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? На 39-й секунде 11-го раунда. Иисус Чавес становится чемпионом мира по версии IBF. Мы его можем поздравить искренне от всей души, потому что он сделал все для того, чтобы вырвать титул у Левандера Джонсона. И нам бы оставалось порадоваться победе Маркеса и посочувствовать Левандеру Джонсону, если бы не одно «но». Это самое пресловитое «но», которое заставляет нас иногда остановиться и задуматься. Спустя пять дней после этого поединка, 22-го сентября, Левандер Джонсон скончался. Прощай, чемпион. Да хранит Господь его душу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok